Доброго времени суток, дорогие дамы и господа! Сегодня, как обычно, будем говорить о нашей недельной главе. Наша глава называется «Ахараймод» после смерти двух сыновей Аарона, Надава и Авиу. Но о них мы даже в этом году говорили, и эта история часто встречается в Торе. Она очень поучительна, но мне кажется, что центральным моментом этой главы это описание служения в храме в самый святой день в году в Йом-Кипу. И, в частности, в служение первосвященник. И начинается это служение с того, что говорится, что... Точнее, не начинается, а именно культимационный момент этого служения говорится о том, что священник должен очистить себя, очистить свою семью и всю общину Израиля. Бесспорно. Иудаизм, общин, общественный. Или я действительно бы сказал, общинная религия или образ жизни. Религия – это неправильные слова. И мы с вами говорили об этом неоднократно. Для того, чтобы правильно помолиться, нужен миньян, 10 мужчин, еврейских мужчин, которые, как и на впервые в Торе, мы встречаем слово «община», когда говорится о 10 еврейских мужчинах. Для того, чтобы сыграть хорошую свадьбу, нужно много гостей, жениха с невестой. Таскают по разным домам в течение первой недели, устраиваем им там вечеринку, чтобы увеличить это благословение за счет новых людей. Да и грустные моменты точно так же, кроме того, что это большая митцва, участвовать в похоронах. Есть еще другая заповедь – это навещать скорбящих, заповедь Шива, где просто своим присутствием и создание компании скорбящему в доме скорбящего мы уже оказываем поддержку. Община категорически важна для иудаизма, и она стоит в центре вообще нашего образа жизни. Точно так же и священник. Священник несет ответственность за весь еврейский народ в Йом-Кипур, и поэтому он в первую очередь в ответе заочищает всю общину Израиля. Но сегодня, к сожалению, пока храм еще не восстановлен, и мы не можем собираться в храме и следить за это безумно впечатляющим служением в храме в Йом-Кипур с переодеваниями, огнем и так далее. И кульминационный момент, когда священник заходит, святая святых, но эта фраза, она остается в Торе. Соответственно, она имеет отношение к каждому из нас. Сегодня каждый из нас, он священник и даже первый священник. Так изначально было задумано, когда мы получали Тору на горе Сина, и было сказано, что вы мой народ священников. И как эта фраза относится к нам с вами, я вам предлагаю прочесть ее наоборот. У этой фразы есть и обратная сторона. И начать с конца о том, что мы несем ответственность за общество, мы общину, мы несем ответственность за семью и за себя самих. Или другими словами, если вы видите, что что-то не так в обществе или в общине, и вы хотите это изменить к лучшему, сделайте шаг назад. Измените что-то к лучшему в первую очередь в своей семье. Если вы хотите что-то изменить в своей семье к лучшему, сделайте шаг назад. И в первую очередь поменяйте себя к лучшему. И вот когда вы сможете изменить себя к лучшему, тогда станет лучше и ваша семья, и тогда вы сможете изменить то общество, которое вас окружает. Успехов! До встречи! Пока!